Всем респект, с вами Физпект. Примерно год назад я выпустил последнее видео из рубрики про улучшения Windows 10. Все это время я не снимал проложение, потому что банально не о чем было рассказывать, а снимать ради того, чтобы просто дропнуть, не хочется. Но на днях я решил переустановить Windows 10, и во время настройки я осознал, что появилась куча моментов, которыми я хотел бы с вами поделиться, и которые реально сделают ваше взаимодействие с Windows намного лучше. Для тех, кто не смотрел предыдущие части, во-первых, советую это сделать после этого видео, во-вторых, сообщая, что мы здесь не пытаемся сделать как-то красиво и необычно, мы делаем в первую очередь удобно, во вторую производительно, и только в третью очередь красиво. Также очень важно, все, что я сегодня вам расскажу, это не просто, чтобы собрать классы, это то, чем конкретно пользуюсь я сам, и я могу с вами поделиться. И я тебе обещаю, если ты воспользуешься тем, что я советую, в конце видоса ты скажешь мне обязательно спасибо, потому что это реально полезные штуки. Ну а если ты хочешь улучшить не только Windows, а еще и концентрацию внимания в каких-либо игр, тебе отлично зайдет энергетический напиток для геймеров Imbo Energy. Ведь он улучшает внимание, скорость реакции дает мощный прилив энергии, и, кстати, она абсолютно не содержит сахар. У Imbo появилось 11 новых вкусов, вы точно найдете что-нибудь для себя. Заказывая одну упаковку, вы получаете 15 порций, которых хватит вам надолго. А цена одного пакетика выходит всего 50 рублей, а если с максимальными скидками, то вообще 36 рублей, это очень дешево, и тем более, если заказать на 1500 рублей, то будет бесплатная доставка. Упаковка Imbo Energy выглядит очень эстетичным и не занимает много места, потому что энергетик сухой, и это очень удобно. Покупайте Imbo со скидкой 10% по моему промокоду, либо приобретайте комбо набора со скидкой до 32% и получите гарантированный подарок. Заказывайте Imbo Energy по ссылке в описании, а мы идем дальше улучшать нашу винду. Это переход, короче. Ну что ж, для начала, как я говорил в прошлых видосах, мы должны полностью очистить рабочий стол. Лично я перенес все на локальный диск C в папочку «Яичная шкарлупка», и здесь у меня находятся все нужные мне файлы. После того, как вы очистили рабочий стол, нам нужно иметь какой-либо быстрый доступ к этим файлам, которые находятся у нас где-то там в папках. Для этого мы переходим в проводник, и он у нас выглядит примерно так. Это, конечно же, не юзабельная хуйня, последние файлы, кто этим вообще пользуется, я не знаю. Мы это будем менять. Для этого мы прямо здесь в проводнике переходим в вид, параметры, и в открытующее окне ставим здесь не быстрый доступ, а этот компьютер. Нажимаем ОК, выходим, и теперь каждый раз, когда мы будем открывать проводник, у нас будет открываться этот компьютер. И здесь мы уже можем быстро перейти к нашим файлам. Пока что все, что мы сделали, не имеет никакого смысла. Чтобы это обрело хоть какую-то логику, нам нужно абсолютно каждое приложение, которым вы пользуетесь, нажать правую кнопку мыши и закрепить на начальном экране. Если у вас нет этого на рабочем столе, вы можете просто ввести в поиске, например, Resolve, закрепить на начальном экране. Это все у вас принесется в панель пуска, вот сюда. Но перед тем, как сюда что-то добавлять, абсолютно весь мусор, который вам не нужен, нужно было нажать правую кнопку мыши и открепить от начального экрана. А потом, когда вы уже все сюда добавили, нужно отсортировать по папочкам, так как будет удобно именно вам. У меня, например, это все сделано так, и вы можете посмотреть идею у меня. Ну вот, теперь уже более-менее нормально. Теперь даже, когда мы сидим в браузере, нам не нужно каждый раз сворачивать его, находить папочку, нажимать на нее два раза и открывать. Теперь мы просто нажимаем сюда и выбираем, что мы конкретно хотим, либо же воспользуемся кнопочкой Win. Как бы хорошо, но не удовлетворительно. Мы переходим в параметры и персонализация. Здесь мы выбираем пуск и убираем абсолютно везде галочки. Теперь пуск выглядит так, стало еще минималистичнее и красивее. Здесь можем также поперемещать, чтобы это выглядело получше и сделать примерно вот так. Все. Очень красиво, очень классно, но это еще не все. В тех же параметрах мы нажимаем вот на эту зловещую кнопочку. Открыть меню пуск в полноэкранном режиме. Можете кидаться в меня тапками сколько угодно, но я реально считаю, что нажать один раз на кнопочку Win и перейти в любое приложение с одного клика намного удобнее, чем два раза кликать на рабочем столе, при этом закрывая браузер и закрывая другие программы, ну или учиться здесь в маленьком окошечке. Это тоже не особо удобно, нежели постоянно нажимать так и открывать любое приложение, которое вам нужно. Что самое главное, вы можете нажать сюда как на кнопочку пуск, если вы допустим хаваете, у вас левая рука занята, либо нажать на кнопочку Win и вы также будете переходить постоянно сюда, а все приложения открываются с одной кнопки. Очень важно то, что проводник у нас открывает теперь этот компьютер, а локальном диске C, какие-то конкретные папки, которые вам нужны, вы можете нажать правой кнопкой мыши, закрепить на начальном экране. Теперь нажимая на кнопку Win вы можете эту папочку переместить куда вам угодно, например я вот в монтаж, потому что у меня эта папка связана с монтажом. Из-за того, что мы полностью перенесли все приложения на кнопочку Win, а все папки сюда же, у нас освободился полностью рабочий стол, и теперь мы можем делать такие приколы, как например установить программу wallpaper engine. Думаю здесь рассказывать особо ничего не нужно, делаем самые стандартные настройки и делаем так, чтобы эта программа запускалась прямо с виндой, и тогда мы ставим на какой-либо из мониторов обои, и например вот выбираем такие, нажимаем ОК, и у нас анимированный рабочий стол. Перед тем, как мы перейдем к самому интересному, пробежимся пожалуй по мелочевке, вы знали, что вот эта кнопка поиска абсолютно не нужна, потому что если вы нажимаете на кнопку пуск и начинаете здесь что-то вводить, она также ищется, поэтому я ее просто выключаю, нажимаю ПКМ по панели задачи и здесь нажимаю поиск, скрыть. Также здесь в панели скрываем абсолютно все, что вам не нужно, а мне не нужно абсолютно все. Анимации. Вы не замечали, что каждый раз когда вы что-то открываете или скрываете, у вас это происходит с некой задержкой, тем более меню пуск открывается просто очень долго, я лично анимациями не пользуюсь уже на протяжении двух лет и предпочитаю их отключать, и вам тоже советую. Для этого мы переходим в этот компьютер, в нашем случае проводник, нажимаем правую кнопку мыши, свойства, дополнительные параметры системы, параметры, и здесь ставим следующие галочки. В общем как-то так, ставьте на паузу и приписывайте, нажимаем кнопку применить, и теперь каждый раз когда мы будем что-то сворачивать, у нас это будет происходить без анимации, при этом визуальная составляющая нашей Windows останется. Вот, как видите, теперь открывается все мгновенно, и мне не нужно ждать эту гребаную анимацию, тем более кнопка вин, вон прям вообще моментально. Также по поводу скорости, если вы не проводили никакие настройки, каждый раз когда вы что-то пишете и стираете, это происходит с некой такой задержкой, как вы можете заметить, кто-то написал, стираю и задержка. Это можно исправить, переходим в поиск и пишем клавиатуру, переходим в нее, и здесь у вас стоят такие настройки, самое главное вот этот ползунок докрутить до конца, а это по желанию я ставлю тоже, чтобы он не мигал, бесит блять. Нажимаю применить, и теперь каждый раз когда я буду что-то писать, я это могу очень быстро стирать, никакой задержки у меня не происходит, очень удобно, ускоряет вашу работу. Если вы в душе минималист или просто хотите, чтобы ваша анимированная девочка занимала больше пространства, нежели вот эти гребаные иконки, тогда делаем следующее. Переходим в параметры, в персонализацию, в панели задачи, здесь мы нажимаем вот эту галочку, использовать маленькие кнопки панели задачи. Вы только посмотрите, как мало места она стала занимать, очень удобно, теперь можно ставить любой анимированный рабочий стол, и это будет еще прикольнее, потому что не занимает так много пространства вот эта херня снизу. Ну что ж, у нас практически все готово, у нас есть охеренный рабочий стол, у нас есть охеренный меню пуск, у нас все очень удобно, классно, но не совсем эффективно, потому что у нас рабочий стол практически никак не задействуется, мы будем это исправлять. Переходим в браузер и заходим на сайт win10vidgets.com и скачиваем эту программу, проходим стандартную установку и здесь появляются следующие приколы, здесь очень долго можно сидеть и настраивать так, как удобно будет именно вам, но самое главное, что эти виджеты очень сильно подходят под стиль именно Windows 10. Стратив буквально пару минут, у меня получилось следующее, оставил только нагрузку на свой ПК, справа сверху у меня время, а справа снизу у меня изменение громкости, если я нахожусь на рабочем столе, мне не нужно будет нажимать на эту кнопку, постоянно открывать, я могу прямо сделать это с рабочего стола. Конечно же, вы все это можете кастомизировать под себя, я лишь показал то, что я смог сделать за пару минут, получилось довольно-таки неплохо. Мы уже подходим к финишной прямой, сейчас я вам расскажу о лучших аналогах популярных программ, которыми вы пользуетесь. Скорее всего, прямо сейчас большинство из тех, кто смотрит это видео, пользуются архиватором Venerar, и это очень большая ошибка, потому что он платный. Из этого вытекает очень много проблем, во-первых, вылезает постоянно диалоговое окно, его нужно закрывать, либо покупать программу, либо же крякать, и шанс подхватить вирусы очень велик. Существует намного более лучший аналог, который называется 7zip, от отечественного разработчика, как по мне, здесь даже интерфейс выглядит лучше, и он абсолютно бесплатен. Если вы до сих пор пользуетесь Venerar, советую поскорее от него избавиться и начать пользоваться нормальной программой. Аналогичная ситуация обстоит и с торрентом, скорее всего, прямо сейчас вы пользуетесь именно вот этим торрентом, QTorrent, потому что он является самым популярным, если вести торрент, он всегда в первых ссылках, и это просто ужаснейшая программа, и вот почему. Во-первых, она платная, чтобы не было рекламы в этом приложении, нужно заплатить денежку. А также были ситуации, когда этот торрент встраивал в себя майнер, но когда люди начали жаловаться, они, конечно, его выпилили, но осадочек неприятный, что разработчики способны на подобное. Также, если прямо сейчас вы проверите его в Virus Total, вы увидите неприятную картину. В общем, одни минусы, это просто ужаснейшее приложение, потому что есть намного более лучший аналог, который называется QBitTorrent. В нем абсолютно отсутствует реклама, он open-source, то есть его создают такие же энтузиасты. А также здесь, как по мне, намного приятнее и минималистичный интерфейс, и он работает аналогично по скорости тому же торренту. В общем, я абсолютно не вижу причины пользоваться тем вирусным говном, когда есть нормальные аналоги, как в ситуации 7zip, всем советую к установке. Очередное улучшение на сей раз плеера, который стоит по умолчанию в Windows 10 для воспроизведения видосов. Он выглядит примерно следующим образом, и он абсолютно не может в 4К, он лагучий и неудобный, мы будем его менять. Для этого мы переходим в браузер и пишем здесь mpv. Переходим по первой ссылке mpv.io. Переходим сверху на кнопку Installation. Переходим здесь по первой ссылке. Нажимаем на 64 бита, не перепутайте с другой кнопкой. И нажимаем на последнюю ссылку. Предупреждаю сразу, это программа open-source, и у нее нет автоматического обновления. Если вы захотите более новую версию, придется скачивать, опять же, с этого сайта последнюю версию. Но это не так страшно, потому что программа работает и так нормально. Если выйдет какое-то обновление, раз в полгода можно чекать. В общем, нажимаем. После того, как прошло 5 секунд, нам предлагают скачать, мы, собственно, это и делаем. В скачанном архиве есть следующие файлы. Мы должны их перенести на локальный диск C в папочку Program Files. Создаем папку с любым названием, я для удобства назову так, как программа называется, mpv. И переносим туда все файлы. Папку, куда мы все принесли, открываем папку Installer. И mpv install, нажимаем пара кнопки мыши, запустите от имени администратора. У нас пошли какие-то процессы, в общем, программа делает так, чтобы это приложение стоило по умолчанию. Далее в том окошке мы нажимаем enter и заходим в создание программа по умолчанию. Здесь мы вместо видеопроигрывателей ставим не кино и тв, а mpv. Собственно, и все. Теперь это приложение стоит по умолчанию и запуская программу, вы будете открывать, собственно, в mpv все. Я хочу ставить себе 5 копеек. Вот, получилось хуйня какая-то. И преимущество есть у этого плеера. Во-первых, у нас елена работает в 4к, он абсолютно не лагает. Очень удобно регулировать громкость, просто колесиком мыши наводясь вот сюда. И ты можешь поставить больше, чем 100%, если видос какой-нибудь, ну, супер тихий, как видите, здесь выходит за грань. Интерфейс минималистичный и очень удобный, а также у него есть очень много горячих клавиш. Только посмотрите, сколько здесь всего. В этом нужно разбираться и долго в видосе объяснять, но, в общем, это нужно попробовать. Вы точно скажете спасибо, потому что это реально лучше, чем стандартный провериватель Windows 10. Помолчу про другие плееры, потому что со всеми у меня были какие-то проблемы, и это первый плеер, который вообще не вызывает никаких проблем и работает идеально со всеми файлами. Ну и напоследок, то, что я забыл сказать в конце видоса, допустим, мне абсолютно неудобно нажимать каждый раз на вот эту кнопку и заходить в приложение, которое у меня находится в трее, через нее, и я поэтому ее отключаю. Для этого мы переходим в проводник, в персонализация, переходим в панель задач, и здесь нажимаем, выберите значки, отображаемые в панели задач. Здесь мы абсолютно ничего не тыкаем, просто нажимаем на эту кнопку. И абсолютно все значки, что у нас были в трее, у нас выводятся вот в такие вот маленькие симпатичные иконочки. И теперь каждый раз туда нажимать не нужно. Очень удобно и экономит вам целый один клик. Вот мы и прокачали виндовс, стоит понимать, что это не панацея, я не гонюсь за какой-то красотой и необычностью, я делаю для себя, я делаю так, как удобно лично мне. Вы можете воспользоваться чем-то из этого видео, или не пользоваться чем-то вообще, посчитав это ненужным говном, но лично для меня это прям хайлевел в использовании виндовс 10. Каждый раз меняя винду, я провожу именно такие настройки, и пользуюсь виндой именно так. Если вам понравилось видео, и вы воспользовались хоть чем-то, можете поставить лайк. Если их будет много, то я сделаю еще одну часть, но уже не про улучшение именно производительности и удобства. А мы ударимся в полное безумство, сделаем какого-нибудь Франкенштейна, который будет очень красивым, необычным, не факт, что удобным, но это точно будет интересно. Думаю, 50 тысяч лайков для такого видоса мне хватит. И да, кстати, это видео выходит так быстро, потому что под прошлым роликом вы поставили много лайков, и это реально работает, так что действуйте. Спасибо за просмотр, удачно вам пользоваться в вашей виндовс 10. Пока!